МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Камень, ножницы, бумага. Все на месте. Мы начинаем. Уникальный эксперимент телеканала Беларусь-2. Каждую неделю герои нашего проекта бросают вызов судьбе. А определять, кому и какое задание достанется, будет игра в камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Опять заводилась колена мимо. Скрутила? Принято думать, что калории считают только женщины. Мужчины же довольны собой в любом виде и ракурсе. Ну, что поделаешь, если природа их создала такими красивыми? И это не живот, это комок нервов, трудовая мозоль, которая буквально кричит всем, что хорошего человека должно быть много. А если встать с дивана, отложить телефон и отправиться на пробежку или в тренажерный зал? Интересно, что из этого окажется эффективнее для мужской фигуры? Проверим. Сейчас в этой студии появятся Олег и Дмитрий. Олег весьма критично относится к своей фигуре. А тут еще в последнее время бабушкины собоки стали откладываться на боках и, как результат, плюс 10 хило набранного веса. Дмитрий в 18 лет его не брали в армию из-за дефицита веса. Но после окончания университета Дима наверстал упущенное и стал 105 килограммов. Такой результат Диму совершенно не устраивает. Привет, Дима. Привет, Олег. Раскруйте мне секрет, сколько вы весите? Как это делать? А что вам за это будет? Окорочок, может быть, с какой-нибудь... Вам будет за это задание. А, я думал, шаурмешку достану. 105, если не ошибаюсь. 105 килограммов против? На 15 меньше, 90. 90. Хорошо, понятно. А хотели бы вы похудеть? Конечно, кто не хочет. С очень удовольствием. На сколько хотите похудеть? Килограммов на 15, может быть, даже. А ты... У меня были поскромнее, амбиции поскромнее, килограммов на 10. Хорошо, посмотрим, что же у вас получится после того, как вы прочитаете задание, которое я для вас подготовила. Давайте сыграем в камень-ножницы-бумага для того, чтобы узнать, что же спрятано в конвертах. Итак, камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Я, пожалуй, возьму конверт, который ближе к моему выпирающему животику. Интересно, что там есть? Вам предстоит похудеть больше, чем ваш соперник аэробной нагрузки вам в помощь. Интересно, что это такое? Ну, это фитнес, например, бед. Вы будете худеть, используя силовые нагрузки. Через неделю контрольное взвешивание. Процитируй современного классика. Надо подкачаться. Надо, надо подкачаться. К лету. Ну, не к лету, а через неделю. У нас неделя. А всего неделя. Всего неделя. Я не думаю, что, конечно, да, сбросите столько, сколько хотите, но парочку килограммов, я думаю, что получится сбросить. Ну что, поспешите? У вас скоро первая тренировка. Ну, погнали. Фитнес. Все, пока. Пока. Ситуация была немножко плачевной, у меня с весом. Даша, привет. День, привет. Это очень грустно, когда твой живот, собственно, входит в помещение первым, а потом уже входишь ты. Понял, что в новом году хочу заниматься йогой. Но, ты знаешь, не до конца понимаю, что это такое. Водушевлен, конечно же, йогой, но все же ничего о ней абсолютно не знал. Йога – это такая древняя практика, которая включает в себя не только какие-то физические аспекты, не только упражнения, которые у нас называются в йоге асаны, а еще включает дыхательные техники и работу с нашим ментальным миром. Я, конечно, сомневался, что йога вообще как-то мне поможет. Даша, ты знаешь, звучит довольно-таки заманчиво. Ну что, я пошел переодеваться? Давай. Все мои спортивные начинания всегда заканчивались спустя месяц. Алло, Ли, добрый день. Добрый. Помогите привести себе форму после нового года. Хорошо, а какие у нас сроки? Неделя. Я очень обрадовался этому заданию, потому что, наконец-то, я смогу согнать в себя оливьешечку и заливную рыбу после нового года. Начнем мы, пожалуй, тяжелоатлетики, а точнее с полу-двигса. Идем со мной. Хорошо. Хорошо, Дима, давай начинать. Присаживайся. Плечи отводим мягко назад. Вращение плечами вперед, еще готовим дальше сюда. Оба плеча вначале вращаются. Мощные, амплитудные движения. Переменно правое-левое плечо и ускоряемся. Гриф нужен? Нет, гриф нужен. Итак, пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг используется в сегодня снаряд. Это штанга собирается. Это гриф. Пока мы пустылись от 20 килограммов, у нас всего три упражнения будет. А, три упражнения. Что там? Заходим. Ровно осаночку ставим. Взгляд чуть выше горизонта. В общем, первое же упражнение показало то, что я корщ. Плавно на вдох вниз. Стоп. Пятки метровые. Я начал приседать неправильно. У меня начали болеть сухожилия. И попробуем присесть. А, вот так. Получится присесть? Вот просто присесть. Заваливаешься. Да. Тихо себе разминать ножки. Все тут, все пошло. Да, да, да. Это энергоемко. Это энергозатратно. В любом случае это будет результативно. Сейчас мы с тобой сделаем второго воина вирабхадрасуна 2. Я бы учил несколько новых слов, таких как асаны и прочие слова, которые я не могу выговорить, как и любой нормальный человек, на самом деле, не занимающийся йогой. Ноги ставим широко. Таз разворачивай на меня сюда. Чувствую силу воина. Да. Разворачиваются наружу оба бедра. Во-первых, сами техники для новичков, они не такие, на самом деле, и простые. Опускаем на грудь, на вдох. Вот. Выдох. Вот. В этом упражнении задействованы грудные мышцы и тритепс. Сгибаешь руки больше в локтях и постепенно перекатываясь вперед, ты поднимаешь одну, вторую ногу, кида локтя, где получается пока. И ноги по одной, отрывая вверх. Молодец. Я не понимал, что еще происходит. Закинуть туда себе на плечо. Нога только должна быть выше локтя. Чуть сгибая локоть, ее повыше подкидываю туда, наверх, наверх. Левую ногу сверху на правую. И начинаем уходить вниз ноги. Да, ну классное упражнение. Они заставляли меня, они заставляли меня стоять вверх ногами, заставляли меня ползать на коленях. Да, так оно на самом деле и было. Не наклоняйся чуть-чуть больше вниз. Молова, грудная клетка. Молова, ногу вниз. Да. Выше. Оп, и придерживаем себя за поясницу. Дышим, держимся. Простите, я... Можно так? Снимаем ее на себя. Стоп. Ось прямая. Да. Шея всегда прямая. Сгибаем. Хорошо. Вот, вот. Чтобы сюда гриб пришел. Встаем, встаем. Как тяжко все. Повторяем. Вниз. И вверх. Убедился в том, что это не мое, и то, что это очень тяжело. Вдох. Опять заводилось колено мимо. Вот, старая колено. На следующий день мне было очень-очень больно. Но здесь постоянно очень сложно. Можно следить за каждым движением. Чем больше суставов, тем больше концентрации. Потому что постоянно за чем-то. Миллион деталек маленьких. Это очень сложно. Хорошо. Ну, поздравляю сначала. Молодец. Красавчик. Руки рядом с корпусом, ладонями вверх. Прижимаешь плечи, лопатки, закрываешь глаза. Но приятной отдушиной было наше последнее упражнение. С выдохом внимания направляем в плечи. Расслабляем плечи. Затем переведи внимание к ключицам. Ты становишься спокойным. Твои нервы больше не горят. Никаких больше осанов. Просто ляг и наслаждайся. Дима, медленно возвращаемся к ощущениям в теле. Открываем глаза. И садимся на коврик. Садимся на коврик. Дима. Дима. Раз, два, три. И ноги по одной отрываем вверх. Ты молодец. Заваливаешься. Вот так вот без подготовки пойти и заняться пауэрлифтингом, конечно же, тяжеловато. Все болит. Спину ломит. Приседается тоже как-то неуклюже. Кажется, от больших стараний Олег уже значительно похудел. А вот у Дмитрия со стороны все было по лайту. Лежишь себе, медитируешь. Дмитрий признался, что как будто бы заново родился. И стал легче. Явно сбросил парочку килограммов. Ну что, продолжим тренировки. Диму отправим на фитнес. Ну а Олег пусть таскает железо в тренажерке. А вообще, когда я пришел в тренажерку, там была куча симпатичных и целеустремленных людей. Я чувствовал себя закомплексованным и очень зажался. В зале забываешь про силы. С какими весами ты работаешь, всем все равно вообще. Настя, привет. Привет. Мне нужна твоя помощь. Что я обычно раньше думал о фитнесе? Фитнес это какие-то девчачьи подпрыгивания. Ножку приставил, ножку отставил, ручки вверх, ручки вниз. Ну как-то мужчины не сильно в фитнесе в принципе заняты были. Сначала будет небольшая ровная разминка. Но я опять ошибался. Выдох. Стряхнем ногами. Уже где-то на второй минуте нашей разминки с замечательным инструктором Анастасией я понял, что мои легкие вот-вот выпрыгнут. В связи с моим сердцем, которое уже практически выпрыгнуло. Первое упражнение будет тяга вертикального блока. Как я понял, тренажерный зал нужен больше не для скидывания веса, а приведения тела в форму, чтобы быть более-менее красивым. Но мне это не светит в любом случае. Это имитация подтягиваний. Когда не хватает физических, только для самостоятельных подтягиваний на 10-15 повторений, тогда она спасает тяга вертикального блока. Это работает битебс и ширина спины. Как себя чувствуешь? Хорошо. Настя настояла на чем? На петлях ТРХ. Это когда ты при помощи канатов пополняешь различного рода акробатические, на мой взгляд, упражнения. И просто таз вниз приседаем вниз, вверх, вниз, вверх. Колено добавляем вместе. Два, один, колено. Вкрутила? Мне было тяжело. Выдох. Хорошо. Еще. Два. Хорошо. Есть ощущение тут, тут везде. Идем дальше. Тренажерка оказалась самым простым и самым интересным, на мой взгляд, потому что это просто. Всегда несколько подходов. Ты понимаешь, что ты можешь это сделать. Хорошо. У меня как будто здесь маленькая такая линия, она просто натянулась. Хорошо. Вот. Грудная мышца крепится вот здесь на плечо и на груди. Пресс – это одна прямая мышца живота. Вот. Хорошо. А сейчас будем делать упражнение на королевскую осанку. Работаем над разгибателями мышцы спины, что являются стабилизаторами поясничного отдела позвоночника. Шире ставить? Пресс – это все строения тела. А потом я снова посмотрел на красивых людей и понял то, что… Угу. Мы это сделали. Пока Олег не спеша в развалочку переходил от одного тренажера к другому, Дима едва поспевал за тренером, едва дожил до конца тренировки, но зато стал хорошо понимать женщин. Я решила смилостивиться над нашими участниками и выбрала им задание полегче. Дима займется скандинавской ходьбой, а вот Олег познает все прелести функциональной тренировки. На этот раз у нас будет функциональная тренировка. Суть заключается в функциональной подготовке организма. Это способность выполнять любую задачу в любой обстановке. Функциональные тренировки – это такая штука, которую используют, как я понял, всякие спецподразделения, МЧС. Расскажите, что тут вообще такое скандинавская ходьба? Чем отличается от обычной ходьбы? Ну, это такие виды физической активности, когда мы берем просто два кики и допомогаем верхней участке тела рухаться у пера. Я думал, что скандинавская ходьба – это, ну, бесполезная трата времени. Это занятие для бабушек в парке где-нибудь. У меня для вас две пары палок. Вы довольно высокие такие. И на левую руку. Это гумовая насадка. Мы ее насовываем, случайно, когда едем по асфальту. И гумовая насадка повинна глядеть до носка наших работников. Начинаем работу. Показывай, что такое берка. 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 И на этом упражнении я хотел уйти. Хватит. Как самочувствовал? Хорошо. Просто все это запомнить, все это последовать, это очень тяжело. Суть в том, чтобы справляться с своим телом на выполнение задачи. Это просто упражнение, которое можно выполнять дома. Это очень тяжело. Я устал. Я хочу домой. Там все направлено не на вес, а на реализацию действия. Покиньте палки, покой на темляке. Копьяны просто волоклись за нами. И потом мы начинаем уже, как бы, с собой утыкаться у землю. Вы знаете, интересные ощущения. Пока полет проходит нормально. Я понял, что я совсем неправильно выполняю упражнение. Есть специальная особая техника, как человек должен выполнять эти упражнения. Не допускайте помылку того, как ставить под правым углом. Стоп. Зараз мы допустили помылку. Мы пошли одноименными руками и ногами. Ага, все. Берем. Переворожим. А вы продержите. Гумовые насадки с дымом. Протягните до меня киев. Расслабьте плечи. Завершенный рух палок. И протяжно штурхайте меня назад. Мы штурхаемся палками, чтобы надать худкости. Раз, два. Раз, два. На этот горок заберемся и потом спустимся. Заодно и технику с вами вытукладим. Сережно, может быть, слизко. Как же мы с вами не покатимся, если у нас получается ускорение будет с вами штурхалок. Корпус крюху назад. И больше коротенькими кроками. Я как бы там у сподницы едим. И попрощался уже на скоре с горочки. Я уже попрощался мысленно со всеми своими родственниками. Потому что для меня это было экстремально. Мама, запомни меня, пожалуйста, таким. Я пожалел, что я надел скользкую обувь. Также я узнал, что можно благодаря скандинавской ходьбе выполнять особую разминку при помощи двух палочек. На мостик не столь не бойцово вставать. Выпад уперат. Приседаем, приседаем, округляем спину. Ну, я уже растягиваюсь. А, ну, я тоже. Добро. О, супер. Прямо почувствовал себя, будто мне не 27, а 26, как старые добрые времена. Да, да, да. Давайте. Оп. Нормально? Покидали палки. Это был интересный опыт. Давайте. Оба. Да, когда я выйду на пенсию, я займусь скандинавской ходьбой. Слэмбол, он вес 15 км. На подоке дровосейка. Нам надо поднять его над головой и со всей силы разогнать в землю. Прямая. Прогиб. Стоп. Колени сегай. Колени сегай. Все, прогиб. Спина. Спинка прямая. Вот, берем. Слэм головой. Ого. И со всей дури. Всю злость в этот просто мячик, поднимаешь его, типа, посмотри последний раз на соус. Отказал все дури в землю. Хорошо. Я представлял, как там все просто... Это, конечно, веселый сценарий, вымакивающий. Хорошо. Это было классно, это придавало сил, но тоже очень быстро выдохся. Отдыхаем. Как снимать это будет? Хорошо. Хорошо? Адреналин весь, вся злость, вся ненависть. Чувствовал себя похудевшим, и уже не так было стыдно смотреть на людей. Хотя там была девушка, которая брала этот мяч и так со всей дури кидала, и у нее силы больше прокладывалось, чем у меня. Потому что я брал их. Раз, два, три. Один. Колено. Вкрутила? Да уж, уже после первого упражнения у Олега было желание все бросить и уйти, дабы не позориться. Не знаю, как с такой силой воли он еще и похудеет. Ну а Дима то с горки, то в горку говорит, что совсем не устал. Ну, руки немного болели. Уж не знаю, как с такими тренировками наши участники сбросят вес. Впереди наше четвертое испытание. Дима отправится худеть в бассейн, но у Олега с минуты на минуту начнется кардио-тренировка. Итак, кардио-тренировки. Это то, что мы с тобой делали перед каждой нашей тренировкой, полу-лифтингом, функциональной, бодибилдингом, после суставной разминки. Запомните это обязательно. А, кардио, ну это самое простое, монотонное и скучное. Два вида нагрузки. Аэробная, анаэробная. Анаэробная это физическая, когда ты очень сильно трудишься, а потом пока твое тело восстанавливается, ты худеешь. Либо ты худеешь здесь и сейчас. Да, хорошо. Хорошо. И начинаем двигаться. Хорошо. Ты становишься на тренажер и идешь 40 минут. Ты знаешь, решил как-то работать над собой, заняться плаванием. Я человек, у которого практически опыта нету. Может, ты как-то скажешь мне какие-то базовые, начальные вещи, чтобы научиться. Можно заходить в бассейн, начнем свой наш тренировок. Бассейн это был единственный вид спорта, где я хоть что-то понимал на самом деле. Хорошо. Полудненько. Отталкиваемся от стены, включаем мышцы, потом добавляем свои руки. Ноги должны работать постоянно. Но проплыв пару кругов и чуть не захлебнувшись, я понял, что все-таки я могу это сделать еще. Нравится? Мне нравится. Все, хорошо. Хорошо для себя. Только спустя 23 минуты нагрузки такой ходовой, начинает сгорать жир. То есть, если говорят, что я полчаса бегаю, то 7 минут только полезно. Поэтому нужно как минимум 40. А теперь у нас что? А теперь будем брасом плыть. Назад, да? Да. Ручки вниз. Раз. Два. Какая обушка. Сейчас пропустим много человека. А то я не такой скоростной, как местные пловцы и пловчики. Хорошо, молодец. Благодарю, Павланька. Все отлично просто. Очень. Очень. Нет экшона, как, допустим, в пауэрлифтинге, где ты берешь, чувствуешь себя таким мужиком, который, ну, до первого приседания, потому что там все. Фитнес, когда ты делаешь такой, можно куда-нибудь глазами пострелять, но не в моем случае, конечно же. Или функционально, когда ты чувствуешь себя силачомесилищей, когда ты перекидываешь это колесо, когда ты бросаешь мячик. То есть это экшон, ты чувствуешь себя, постоянно с чем-то взаимодействуешь, чувствуешь, как все, а там просто. Да, это эффективно, просто эффективно. Прям почувствовал, как вес начинает выходить. К рукам все легче и легче. Легче становится дышать. Вот и прошли 45 минут, как одно мгновение. Пора вылезти на сушу. Каков-то я был в воде. Говорите, как есть, ничего не сокращайте. Все будет нормально. Ну, Дим, очень неплохо для первого раза. Надо немножко только расслабиться. Много-много трудиться. В принципе, неплохо. Есть, конечно, ошибки, но мы будем с тобой работать. В целом мы достигнем очень хорошего результата. Наряду с фитнесом отлично помогает сбросить вес. Пора звать наших героев на контрольное взвешивание. Привет, Дима. Привет, Вика. Привет, Олег. Привет. Привет. Ну что, вы похудели? Как вообще чувствуете? Ну, я вот, например, практически смог влезть в свои старые штаны, в отличие от Олега, который, по всей видимости, наверное, просто пересемки мне втянул живот. Да, Олег? Я напомню, что Олег и Дима должны были похудеть за неделю. Олег занимался силовыми тренировками, а Дима использовал аэробные нагрузки. Посмотрим, кто же все-таки скинул больше. Вот весы. Вперед. Я напомню, что Олег весил до эксперимента 90 килограммов. 88 килограммов. Минус 2. Молодец. Ничего я не втягивал. Понятно. Ладно, ладно, сейчас еще я измерю свой вес. Дима, прошу. Дима весил 105 килограммов и сейчас весит 102 килограмма. Так, ну что, Дима скинул 3 килограмма, а Олег всего 2. Да у него украли вес в раздевалке, я говорю. Ты проверил все? Все нормально, Олег, просто у тебя свитер тяжелый, все хорошо. У меня просто кость еще рухнет. Ну что, победил Дима, я думаю, что в этом нет никаких сомнений. Я поздравляю вас. Спасибо большое. Надеюсь, что с этим экспериментом не закончится ваш челлендж по похудению. Ну что, пожмите друг другу руки, ваши накаченные руки. Ух, неплохо. Все-таки силовые нагрузки. Ну, я чувствую, ты расслаблен, йога. Встретимся в новых челленджах. Пока. Пока. Это челлендж «Камень. Ножницы. Бумага». Не бросайте камни, пока не проверите все на себе. Самый первый баланс для начинающих называется позже. Поза, извиняюсь. Да у меня запись не работает, что ты сделаешь. Так, стоп, сейчас отбегу. Сможешь визуализировать неприятеля, руководителя, кого хочешь. Подождите, дайте мне вас позвать. Ну, че, что вырежем, господи.